Ленинский городской округ, динамично развивающаяся территория Московской области. Один из локомотивов региона в социальном и экономическом направлениях. Об этом сегодня в своем докладе говорил глава муниципалитета Алексей Спасский, который отчитался о проделанной работе администрации в 2022 году. В основе нашей деятельности по-прежнему лежит идеология лидерства, работа на результат, чтобы во всех сферах жизни люди видели перемены. Главный принцип, которым мы руководствуемся – житель всегда прав. Здравоохранение, дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, образование и волонтерство – вот основные темы отчета главы. Территория Ленинского городского округа активно застраивается, количество населения растет, но вместе с тем улучшается и инфраструктура. Так, в 2022-м открыто 7 медицинских учреждений, подстанция скорой помощи, центр экзопротезирования. На следующий год планируется строительство двух больших поликлиник. Достаточно большое внимание уделяет и губернатор наш Андрей Юрьевич. Своему обращению это подчеркнул жителям и сегодня Алексей Петрович. Конкретизировал, какие у нас новшества и какие у нас изменения в сфере здравоохранения в виде новых объектов лечебных учреждений. Это, безусловно, все нацелено на выздоровление и на удобство, и получение высококачественной и быстрой медицинской помощи для наших жителей. Не отстает и образование. С начала 2022 года открыто 6 детских садов и одна школа. Свои двери для учеников скоро распахнут еще несколько образовательных учреждений. Большое внимание уделяется работе с молодежью и патриотическому воспитанию. Спорт – вот еще одно важное направление развития Ленинского округа. Я, конечно, в восторге от того, что 50-метровый бассейн будет построен, потому что даже в Москве нет муниципального 50-метрового бассейна. Алексей Петрович сказал, что он будет муниципальным. И очень благодарно и губернатору, конечно, Андрею Юрьевичу сдержал свое слово. И Алексей Петрович, который, наверное, эту проблему держал в своих руках и контролировал. Еще во время пандемии в Ленинском городском округе укрепилось волонтерское движение, представители которого одними из первых активно подключились в работу по поддержке бойцов специальной военной операции и их семей. Осенью прошлого года в округе заработал Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Особое внимание детям. Они бесплатно посещают муниципальные детские сады, бесплатно питаются в школах. Хочу поблагодарить всех, кто вносит свою лепту в сбор гуманитарной помощи, участвует в оснащении и укомплектовании наших военных всем необходимым. Все эти изменения были бы невозможны без активной позиции жителей округа, которые проявляют интерес к тому, каким будет их дом, где они растят детей и строят свое будущее. В тесной связке с населением удается реализовать важные для комфортной жизни задачи. Открытая власть – приоритет работы главы Алексея Спаскова и всего аппарата администрации Ленинского городского округа. Юлия Погасьян, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Вид на этого. Субтитры создавал DimaTorzok